Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам расскажу, как на выкройке рисовать полосы под наклоном, которые будут создавать нам четкую спиральку при сшивании изделия. Итак, у нас есть выкройка. Я сделала специальную немножко по длине, чтобы было на чем рисовать полосы. Выкройка может быть, кстати, абсолютно любая. Но на прямом полотне, конечно, все это создавать проще. Есть полотно. Определяемте с тем, какой наклон мы хотим задать. На самом деле здесь только ваша фантазия. И надо учитывать, что чем круче у нас будет наклон, чем круче у нас ляжет изделие, тем меньше полос мы сможем разместить. Потому что изделие практически в горизонтали ляжет. Если наклон будет совсем маленький, то эти полосы будут выглядеть не как узор, а как брак, перекос. Поэтому тоже надо учитывать и искать такую золотую середину. Наклон 25-30 градусов, в общем-то, идеален. Потому что, еще раз говорю, 45, вот смотрите, если мы сделаем 25 градусов наклон, у нас пойдут полосы, их будет много, и они будут достаточно активно смотреться. Если мы сделаем почти, ну, здесь 50, ну, чуть больше 45, видите, как мало полос мы сможем с вами разделить, которые будут стыковаться и в этой точке, и в этой. То есть мы сделаем одну полосу, один круг. Поэтому определились с размером наклона. Чем больше у нас по горизонтали имеется, ну, как бы, стыковочных моментов, видите, от точки примерно вот отсюда, примерно вот досюда, сейчас поставлю эти даже точки, точка здесь и точка здесь. Вот на этом расстоянии у нас с вами будут идти полосы, которые будут создавать спираль. Если круче, то, так, добавим еще 25, еще 25. У нас получается уже… Так, стираю полосу, точку, стираю точку. У нас получается уже вот здесь где-то точка, и вот здесь где-то точка. То есть вот, вот, совсем немного, вот на таком расстоянии мы сможем с вами сделать один только круг. Определились. Точки лишние убираю, возвращаю 25 градусов и переходим в раздел рисования. Изделие. Рисовать будем на данном полотне. Что мне нужно? Мне нужна панель, которая у нас находится рядом с палитрой. Вот здесь 59,2. Где бы я ни находилась, я вижу, сколько у меня петель и сколько у меня рядов. Вот видите, 17, 23, 22, 18 – это ряды. 69, 70, 67 – это петли. То есть я вижу, где я нахожусь. Это очень удобно. Мне не надо смотреть на панель, мне не надо смотреть сюда на линейку, тем более, что линейка по рядам достаточно далеко находится. Я смотрю на табло. Все четко. Увеличиваем немножко нашу выкройку, чтобы было понятно, о чем речь. И рисуем первую полосу. Естественно, полоса у меня пойдет где-то вот тут. По идее, они как-то идут, идут. Первая полоса вообще может быть вольная. Вы имеете какое-то представление о том, где вы будете ее рисовать. Как рисовать полосы? У меня есть линейка, линия. Есть одна точка, две клеточки, три клеточки. К сожалению, четырехклеточной точки нет, но есть две. Поэтому будем пользоваться. Итак, я рисую толстую достаточно линию, три на три. Выбираю яркий цвет, чтобы было видно. Выбираю линию и рисую. Когда вы будете рисовать, обратите внимание, рисуйте дальше контуров. Чтобы было видно, если вы подвинете полотно, как-то подвинете выкройку, у вас она может выйти за контур рисунка. Поэтому рисуйте сразу много. Но чтобы понять относительно выкройки, где вы находитесь, первую точку поставили. Вот тут я буду делать первую полосу. Например, выдвигаете мышку в сторону и смотрите, чтобы линия была прямой, без вот таких перекосов и сгибов. Двигаете, двигаете, двигаете. Линия прямая. Отпустили. Так, у меня одна. Три нажимала. Делаю еще раз. Тремя. Отпустили. Полоса в три стороны. Нажимаю по нижнему краю мышкой линейку и провожу ее в другую сторону. Теперь, если у меня будет двигаться контур, двигать буду выкройки, у меня никуда ничего не уедет за пределы выкройки. Итак, первая проведена. Теперь мне нужно... Давайте вторую. Вторую сделаю зеленую. По такому же точно принципу. Вот где-нибудь здесь. Вообще неважно где. Провожу вот такую вот. Линия ровная. Вот она. И пускай будет синяя. Но поярче. Вот тут. Я провела три линии. Теперь мне эти три линии нужно вывести в спираль, чтобы эта спираль шла вокруг всего изделия. Начинаю с красной. Первое, что я делаю, определяюсь с размером наклона. Наклон у меня определяется вот в этой точке. Точке, где у меня край в данном случае левый. Если наклон в другую сторону, будет определяться с краем правым. То есть тот край, который приподнят от линии низа. Все. И первая точка. Вот видите, первая зеленая точка. Я на нее ставлю мышку. Что у меня показывает? 49. То есть у меня 49 рядов. Сейчас я беру калькулятор. Без калькулятора тут никак. 49 рядов – это размерность шага. То есть это мой рапорт. Считаю это шагом. 49. Запоминаю. Записала, чтобы не забыть. И исходя из этих 49 рядов мы будем делать разметку. Если у меня будет немножко другой наклон, у меня будет уже не 49, у меня будет другое количество рядов. Еще раз говорю, от самого края первая точка изделия. Иду на красную полоску. Ставлю мышку на нижний край красной полосы. Что у меня? 16. 16 рядов от края. То есть здесь получается от этого края я должна поднять полосу на 16 рядов. 16 плюс 49 – это размерность моей толщины полосы, на которую я поднимаю. 65. Что мы делаем? Берем красный цвет. Смотрим вот на этот экран и поднимаемся на 65. 66, так 65. Нажимаю мышкой, провожу полоску, у меня 65. Но могу ее продлить. Вот так. То же самое с зеленой. Смотрю зеленую. Где у меня зеленая? Вот она. В принципе, можно и дальше поднять. Если здесь у меня 64. Смотрите, так, 60. Меняю, значит, полосу. Нарисовал на 64. Съехали, убрали полосу. Не делаем на авось. 65, значит, 65. Так, 65. Меняю цвет. 65. Провожу. Извините, съехала. Все, 65. Точно проверяю. 65. Могу 65 плюс еще 49. Получается 114. 114. 12, 13, 14. Точно остановились на 14. Провели линию. 114. И так далее. Сейчас возвращаемся к зеленой. Беру зеленую. Смотрю, здесь у меня нижний край. 33. Значит, 33 плюс 49. 49 – это постоянная величина. 82. Иду на 82. 82. Вот она, полоса. Нажимаю мышкой. Рисую полоску. 82. 82 плюс 49. 131. 131. Вот она. Тут даже можно на малом экране рисовать. 131 плюс 49. 180. 180. Рисуем. Видите, все отлично видно. Главное не перекашивать полосу. 180 плюс 49. 229. 200. Смотрю на экран. 29. 7, 8, 9. Сразу нажимаю мышку и выравниваю полоску. Полоска кривая. 29. Еще раз. Дальше уже можно не рисовать. Красный. Возвращаюсь к красному. Здесь у меня было 113 плюс 49. 162. 162. Зажали. Нарисовали. Плюс 49. 211. По такому принципу 211. И вырисовываются эти полосы. Сейчас мы... Давайте еще и... Желтенький сделаем. Или синенький, какой у нас там, голубой. Голубой у нас был на... 40. Будется увеличить немножко. 41. 41 плюс 49. 90. Идем на 90. Зажали. Нарисовали. 90 плюс 49. 139. Ищем 139. Зажали. Нарисовали. Все. Вот он принцип ввязывания этих полос. 139 плюс 49. 188. 80. Так. 188. Зажали. Нарисовали. Ну, еще там зелененькая. Плюс 49. 237. Зажали. Нарисовали. Очень просто. У вас, если посмотреть. Вписываем в экран. Заканчивается полоса на небольшом расстоянии справа. На этом же расстоянии слева она начинается. Обвернули. Если мы сшиваем, у меня четко по параллельно основаниям идут вот эти вот начало и окончание полосы. И когда я сошью, у меня пойдет абсолютно идеальная спиралька. То же самое с зеленой закончилось здесь, началась тут же. Спираль замкнулась. Замкнулась здесь, замкнулась здесь, замкнулась здесь. То есть мы выводим четкую абсолютно спираль. И при таком вот узоре пошли на вязание. Если вам нужно провязать, если вам нужно провязать обратную сторону, естественно, мы второй раз рисовать это не будем. Мы ставим лицо изнанка и провязываем в другую сторону. То есть если у нас парное изделие, рукавички, полочки, все что угодно. То есть любые конструкции, которые нам нужно нарисовать, кстати, если вы будете, не обязательно даже спиральки так делать. Если вы будете в таком виде рисовать полочки, еще раз просто напоминаю, что полочка под наклоном. Вам нужно состыковать линии на линии середины. Не надо пускать как попало. То есть не рисуйте второй раз полочку, нажимаете лицо изнанка, у вас идет переворот полотна. Пользуйтесь этой функцией, она очень полезна, она очень сэкономит вам силы и время. Учитывайте момент вязания, что смотреть надо на экран очень внимательно, когда у нас меняется и цвет, и размерность. Машина может издавать один звук, а может звук издавать, а может не издавать. У меня были ситуации, когда звук по смене петель, поскольку и петли меняются, количество петель, и размер, и цвет, она может издавать один звук, единственный. Поэтому смотрите внимательнее и на смену полос, и на смену петель. Это важно. То есть мы и контролируем смену, и контролируем размер, смену полос. Потому что доверять только звукам не стоит. То есть не отвлекайтесь на телевизор, когда занимаетесь вязанием глазом, надо все-таки поглядывать и на экран. Пользуйтесь программой, оформляйте ваши изделия нестандартно, красиво, необычно. Вы всегда будете красивыми, потому что с нами у вас все получится. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...